Приготовить квашеную капусту несложно, рассказывает волонтер Данил Индряков. Вместе с активистами колледжа сервисных технологий дизайна, где парень учится на третьем курсе, заготовили около тонны капусты. Работа несложная, отметили учащиеся, но из-за объемов, которые предстояло приготовить, трудились около 60 человек. Первый раз партию приготовили в подарок бойцам в зоне специальной военной операции в честь Дня защитника Отечества. Богатый витаминами продукт понравился, поэтому в этот раз волонтеры решили отправить на передовую 850 килограммов. Это имеет большой моральный повод, потому что нашим бойцам на фронте, что они, увидев это, поймут, что мы их тут поддерживаем, любим, ждем. И эта работа помогает тебе вместе находиться с ними, что ты тоже в общем деле помогаешь каким-то образом. Я считаю, это очень важно, чтобы показать, что мы здесь их ждем, любим, надеемся, что они все вернутся с победой. Гуманитарную помощь защитникам на передовой отправили в рамках акции «Волонтерские витаминки» для участников СВО. Программу придумали в колледже. Реализовать задуманное помогли самарские фермеры. Они доставили продукты. Необходимую логистику и другую помощь обеспечил благотворительный фонд «Звезда Элира» и его представитель Екатерина Колотовкина. Колледж и организация активно взаимодействуют в вопросах поддержки военнослужащих. Сотрудники вместе также готовят экипировку и оснащение для бойцов в зоне специальной военной операции. Вот этот наш такой вклад, простой русский национальный привет, дойдет буквально сегодня вечером, его загрузят. И завтра поедет машина из фонда «Звезда Элира» и передадут нашим героям, участникам СВО, не только которые живут в Самаре, а всем, кто сейчас там, кому достанется. И мы очень хотим, чтобы это было от сердца, от души, ну, как и в семье. После отправки гуманитарного груза учащиеся собрались в актовом зале на специальный урок «Разговор о важном». Приглашенные гости отвечали на вопросы ребят и рассказывали истории. Михаил Ермоленко, Игорь Казановский. События.